Вот уже не первый год, 31 мая, огромное количество православных верующих из разных уголков Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья приезжают в Добружский район, чтобы принять участие в праздничном богослужении в честь святого праведного Иоанна Кармянского. В этот день, 20 лет назад, он был причислен к лику местночтимых белорусских святых. А на недавнем архиерейском соборе Русской Православной Церкви было принято решение о его общецерковном прославлении. О том, почему к нетленным мощам скромного сельского священника приезжают сотни паломников, в актуальном интервью нам рассказал патриарший экзарх всей Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел. Владыка Павел, сегодня мы отмечаем 20-летие со дня канонизации святого праведного Иоанна Кармянского. А насколько он известен за пределами Беларуси и о чем его просят молящиеся? Скажу, что он действительно был прославлен как местночтимый святой. У нас такая существует практика, поскольку он подвязался в такой, знаете, сельской местности, его не знают где-то за пределами, не знали в то время за пределами области. И существует такая практика, как местночтимый. А потом, когда люди стали узнавать об этом святом, когда люди стали приезжать, просить о чем-то его, и эти просьбы исполнялись, то, естественно, знаете, как сарафанное радио расходилось по свету. И говорили, слушайте, были у Иоанна Кармянского в монастыре, были в корме, помолились. Вы знаете, были такие проблемы. Помолились, все изменилось. Вы знаете, кто-то болен был, помолился, исцелился. Вы знаете, по молитвам праведного я исцелился. Слушай, съезди. Вот такая существует у нас практика. Она всегда была такая практика. Люди стали посещать, люди стали обращаться к нему в молитвы. Стали приезжать не только из Гомеля, и из Минска, и из других городов Беларуси. А потом эта молва стала расходиться, и стали приезжать из России, из Украины стали приезжать. Просят, молятся и получают просимое. Ну, как об этом не поделиться с друзьями? Как об этой радости не поговорить, правда? Приезжали из России, из Украины. Ну, и вот, как сегодня из Казахстана приехали архипастыри. Сегодня знают об этом святом. Насколько я вижу, сейчас среди прихожан стало очень много молодежи и детей. С чем это связано? Все-таки что-то меняется в сознании людей? Или это просветительская работа священнослужителей? Познание Бога происходит от слышания. Поэтому проповедь нужна. Люди должны об этом узнать. Узнают люди, тогда люди будут и свою жизнь сопоставлять с этим. Поэтому здесь и просветительская работа, и евангелизация нашего общества людей, и личный опыт. Вы знаете, если я даже буду слышать о ком-то и о чем-то, но сам не буду предлагать к этому своих усилий, сам не буду уподобляться этой чистоте и праведности, то ничего не получится. Поэтому здесь должно быть и проповедь со стороны церкви, со стороны священников. Благодать Святого Духа, конечно, подается обильно. Господь действует во все времена одинаково на всех людей. Мы не всегда Его воспринимаем. Вот беда, понимаете? Поэтому надо очистить свою душу и сердце от всякой скверной нечистоты, быть и жить в праведности, в чистоте и святости. Вот тогда все будет здорово. Владыка, сегодняшнее празднование в корме напрямую связано с годом Малой Родины, который объявлен указом президента. Скажите, насколько важна роль православной церкви в поддержке государственной политики? Сегодня забота и о Малой Родине чрезвычайно важна. Каждый должен подумать, где я родился и что я сделал для своей Малой Родины. Вот если подумаем, то, знаете, что-то найдем, что я еще не сделал. Поэтому, если что-то я не сделал, вот сегодня надо подумать о своей Малой Родине и внести какую-то маленькую лепту, но потом это будет самому даже приятно. Я очень часто вспоминаю, как я после девятого класса работал на каникулах, знаете, там два месяца было между девятым и десятым классом. Я в прошлом году был в Казахстане, в Караганде. И я посмотрел, я говорю, слушайте, на центральном авеню или центральном проспекте, я говорю, слушайте, еще мои бордюры лежат, я мальчишке там делал, 40 лет прошло, да? Никто не знает, что я их делал, а у меня, естественно, сердце, на душе я делал. 40 лет прошло, мои бордюры еще там лежат, да? Вот я думаю, что вот это чрезвычайно важно. Когда мы говорим сегодня о Малой Родине, то каждый должен подумать, что я привнес для развития своей Малой Родины. Насколько я знаю, вы связаны с телевидением и раньше занимались подготовкой передач. Скажите, как вы сами относитесь к нему? По слову апостола Павла, все мне позволительно, но не все на пользу. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Вот этот принцип, который провозгласил апостол Павел, он должен быть принципом нашей жизни. Все мне позволительно, но все ли будет на пользу? Я должен сделать для себя сам вывод. И поэтому даже телевизор иногда бывает полезным, если я смотрю какие-то душеполезные передачи. Если, допустим, человек административный или занят какой-то политической деятельностью, смотрит какие-то политические передачи. Но даже сегодня смотреть какие-то новости надо все равно разумно. Сегодня появились такие передачи, которые уже получили новые названия, фейковые новости. Печально все. Знаете, идет вот такая подмена духовным нормальным праведным ценностям и фальсификация. Понимаете? И поэтому вот это все нивелирует нормальный образ жизни. Почему-то ложь сегодня ставится как достойный образ жизни. А ложь, она все равно ложью остается. Вы не достигнете никаких благих целей, если вы будете обманывать людей. Ложь, она всегда была ложью. Так что я вас благодарю за то, что вы ведете такую хорошую передачу. Людям рассказывайте о добром, о вечном, о святом. Мы будем надеяться, что вы будете в будущем нести людям только благое, вечное и святое. Бог вам в помощи.